Мы почти закончили, а значит нужно поднажать. Не так, как я это сделал прямо сейчас, но в любом случае, мы все понимаем, что поднажать нужно. От этого зависит многое. Я немного потренировался, не в Боши, в другой игре, но там есть схожие элементики. Вот это, кстати, было очень неприятно. У меня опять забрали мой двойной прыжок. Вот сейчас, оп, оп. Не, вроде сейчас двойной прыжок у меня есть. Общее направление в этой игре достаточно похоже. Тебя, конечно, не наказывают за любую ошибку. Но навыки у воротов и стрельбы прямо по ходу дела очень там преграждаются. Так. Что же это такое? Почему у меня не получается? Ща, ща должно все получиться. Так. И почти. Ща все сделаем. Прошлое видео было достаточно затянуто, на мой взгляд. Но это мелочи. Я постараюсь сейчас не засиживаться таким образом, как и засиживался в прошлый раз. Что же это такое? Давай, оп. Ну вот. Вдруг. Я хотел сказать уже, что другое дело, а вот не другое дело. То же самое это. Не понимаю. Вроде как все нормально я делаю. А ведь не получается же. Надо сделать очень длинные прыжки. Чуть-то у меня это не очень хорошо получается. Не, ну эта игра, конечно, имеет определенные сложности в управлении. Но все же она гораздо попроще, чем Боши. Можно сказать, что Боши это серьезная тренировка. Перед той игрой для того, чтобы там было легко. Почти получилось. Ну вот почти. Это было так близко. Надо повторить. Почти получилось. Ну, это было почти. Почти победное. И знаете, то самое чувство, когда хочешь подойти к старшему брату и попросить «Хей, брательник, помоги, пожалуйста, пройти. Это сложный этап». Вот у меня есть сейчас определенное сходство с этим. А еще у меня есть такое подозрение, что из-за того, что вот так вот экран шатается, если во время движения вот таким вот пошатыванием задел этого персонажа, то он умирает. То есть нужно спешить делать все заранее и так, чтобы ничего... Чтобы не было никакой возможности у этого цветка застать тебя в очень опасном месте. Я говорю это о том месте, которое у меня плохо получается проходить. Вот об этом. То есть нужно вот таким вот образом спешить, чтобы успеть все сделать. А еще я обнаружил такую интересную вещь, что когда экран дрожит, нужно сделать прыжок, как будто ты уже чуть-чуть впереди. Ну так и здесь у меня не было двойного. Это такие мелочи. Вот сейчас мы двойное получили. Сейчас я вам покажу. Вы все увидите своими глазами. Сейчас. Вот таким вот образом. Ну, я... И только вот здесь вот я почти успел. Это было очень близко. Нужно только разобраться. А может, у нас справа, кстати, сейф есть? Давайте посмотрим. Кстати, очень красивое число смертей. Очень некрасивый умер, но красивое число. Было. Нет, здесь сохранения нету. И я, собственно, проиграл. Как бы я ни хотел это уплевнуть, я здесь проиграл. Ну, это было почти. Я очень старался. Давай-давай-давай-давай-давай. Почти. Надо было спрыгнуть, а там и на прыжок. Одна из самых напрягающих вещей в БОШе, а именно на этом уровне, это когда у тебя отсутствует двойной прыжок в самый неожиданный момент. Вот, например, тогда у меня двойной прыжок отсутствует. Я имею в виду двойной прыжок, когда ты стоишь на платформе. Когда ты стоишь на платформе, у тебя анимация вот такая вот, словно ты падаешь. Скорее всего, это означает, что двойного прыжка у тебя нет, вот как было, например, сейчас. Поэтому я и умер. Я уже научился по звуку прыжка определять, двойной это или нет. Вот сейчас, вот предыдущая попытка, которую я вам покажу, она заключает в себе именно смерть за счет того, что у меня не было двойного прыжка. Вот сейчас, например, это был двойной прыжок. Они обычные. Это богоуровень какой-то. Просто богоуровень. Причем, знаете, я на все сто процентов уверен в том, что такие проблемы, которые возникают у меня, возникать ни у кого не должны. Я, наверное, даже серию так и назову. Богоуровень. Причем, я еще могу смириться с тем, что... что я не сохранился. Нет, с этим я не могу смириться. Это вообще не круто. Я еще, конечно, могу смириться с тем, что экран дрожит, как на спидах. Но то, что меня обогает, то, что у меня пропадает непонятно куда двойной прыжок на платформах. Даже бывает ни с того, ни с сего. И все в таком духе. Нет, с этим я смириться никак не могу. Боши это определенно не та игра, которая готов вращать баги. Если, например, в каком-нибудь сталке это вполне себе обычная практика из-за платформы, на которой он на переслечении платформы, а я забыл. Из-за движка. И там это нормальная практика. И в частности, любые изменения модификациями заставляют игру крашить или ошибаться. Это еще терпимо. Но когда тебя начинает напогать Боши, это уже просто вынос мозга. Это не то, что должно происходить совершенно не то. Любой баг в Боши, как, например, вот сейчас был, мне очень повезло, что я сумел избежать этого луча под багом, но такое видение не может длиться вечно. почти. Это было очень близко. Даже, по-моему, наш прошел с... пересекся с этим реплейсером, и... он не подобрался. Очень хороший вопрос почему. Вот сейчас, сейчас, куда делся двойной прыжок? Вот объясните мне, пожалуйста. Его не было у меня, когда я приземлился. Ничего нет. Да. У меня сразу пошло, как будто я не приземлялся. Это неправильно. Это совершенно неправильно. У меня нет времени на то, чтобы починить эту ошибку. Бош, это не та игра, которая тебе разрешает самолично устранять проблемы. Здесь у тебя вообще проблем быть не должно. Ну, понятное дело, что должна быть проблема по тому, легко игра проходится. Потому что эта игра задумана на то, чтобы было сложно. Но когда у тебя начинаются эти проблемы, это абсолютно неправильно. Так не должно быть. страшно подумать, сколько попыток ушло в никуда просто за счет того, что игра забагала. Неснетное количество. Серьезно. Я сейчас занимаюсь тем, что активно вырезаю неудачные дубли просто за счет для того, чтобы вам было это интереснее смотреть. вы и так уже минут там 15-20 сколько, не знаю, какой хрометраж получается у меня у видео, но вроде бы не слишком большой. Вы все вот это вот время залипаете фактически на одно и то же место. Это никуда не годится. Я же на нем уже нахожусь около часа. Я бы вот 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 это было достаточно проходимая попытка. Но за счет того, что у меня не было делся куда-то двойной прыжок, в общем, да, я немного бугуртю на то, как именно багает эта игра. Потому что это делает ее непроходимой. Ну сейчас это была моя ошибка, я не спорю. Но за все это время, когда у меня не было двойного прыжка, это была единственная моя ошибка. Я не спорю, что мои ошибки также заключались в том, что я неправильно рассчитывал время, не учитывал дрожание шипов, но тем не менее. С двойными прыжками я уже достаточно давно не делаю ошибок. В чем уже тогда проблема? я даже поубивал большинство своих процессов, которые сейчас запущены были на компьютере, хоть больше по идее не должна быть требовательной к ресурсам игрой, но я поубивал все, что можно, просто для того, чтобы выделить под нее максимальное количество ресурсов. И все равно этого мало. Мне все равно ничего не получается. Я не понимаю этого. в принципе, это была достаточно проходимая попытка. единственное, что восстановило ее прохождение, это мои руки. Здесь я абсолютно не спорю. Иногда бывает так, что у меня есть теоретическая возможность сделать. сейчас ее не было двойного прыжка. Знаете, вот здесь такая трабла. Сколько раз я приземляюсь на платформе? Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, как минимум шесть платформ требует того, чтобы оно не забагало. Вот вторая платформа. Она забагала. Так, мы можем видеть, что если багает хотя бы одна платформа, то этот экран становится уже непроходимым. под платформой я, разумеется, подразумеваю касание моего персонажа до какой-то поверхности. То есть, да, понятно, что платформ на самом деле две, но может там чуть-чуть больше. вот сейчас у меня не было двойного прыжка. Не было. Вот серьезно. это очень-очень сильно вымораживает. Потому что ты делаешь все правильно, ты делаешь все аккуратно. Но игра тебе говорит, нет, ты не будешь проходить эту игру. я тебе не позволю. Я так надеюсь уже наконец пройти это и забыть как страшный сон. просто господи как же это неправильно как же это неправильно может у меня какие-то фиксы кто-нибудь кто знаком с этой игрой хотя среди мы зрителей таких обычно маловато среди моих знакомых я самый далеко продвинувшийся в этой игре может узнает в чем проблема что я не знаю от меня тут мало что зависит мой скилл достаточно сильно нивелируется все навыки которые получил до этого проходя боши они они здесь просто не помогают то есть определенная помощь от навыков имеется например сейчас я бы не прошел дальше о интересно но вот застрял персонаж я даже не уверен мне кажется что это опять же не моя ошибка чёрт побери это было так близко а а а а и а и что дело съела за игра я сильнее чем ты я сильнее всех твоих багов что ты мне можешь сейчас предоставить я пройду эту игру это не настолько сложно как ты хочешь мне показать все на сегодня все потому что это трындец